Приветствую вас Ольга, мне кажется, что ответ на ваш вопрос стоит начинать, стоит начать с того, чтобы спросить у вас, вот вы хотите обращаться, ну спрашиваете куда обращаться, вот он, хотелось бы вас спросить куда обращаться в этой ситуации, чтобы что, то есть какая ваша цель-то конечная, то есть вы хотите что сделать вообще, вы хотите отношения наладить со своим мужем, например, или вы хотите с ребенком наладить отношения, может быть вы хотите в себе разобраться, чтобы понять почему-то вы, ну, связали свою жизнь вот с таким, человеком, да, который, условно говоря, неуважительно относится к вашему ребенку, не понимает, что у него есть определенные особенности и так далее. Что делать, чтобы что? Какая цель? Вот. По описанию вам поможет семейный и личностно ориентированный психолог, вот. По описанию. Потому что вам требуется помощь по обозначению, возможно, своих личных границ, чтобы вы знали, что можно, например, что можно, ну, допустим, вашему, вашему мужчине, да, что можно, а чего нельзя, чтобы это было, прям, четко выделено, выделено, все-таки определено, вот. Потому что, если этого не будет четко определено, то такие ситуации будут постараться, постараться. Вот. Вновь и вновь, потому что муж, муж, он, по-видимому, по-видимому, муж считает, что, ну, вправе так поступать. По-видимому, муж считает, что, ну, ваш, ваш муж, да, считает, что он все делает верно. Потому что он травмирует ребенка, его особо не волнует, вот. Если честно, если честно, если честно, что его это и не должно волновать, потому что ребенок ваш, и в первую очередь отвечаете за него вы. Вы отвечаете за то, какой мужчина у вас, вы отвечаете за то, как он относится к вашему ребенку. Вот. Так вот. То есть, момент здесь, он вот такой, собственно говоря. Что вы хотите? Что вам нужно? Какая задача, например, у психологов по отношению к вам? Например, вашего мужа, скорее всего, ну, не переделать, потому что человек, он уже сформировавшийся. Вот. И, скорее всего, он не захочет меняться. По крайней мере, сам. По крайней мере, до тех пор, пока вы, например, не измените модель своего поведения. Допустим, до тех пор, пока вы не начнете к себе относиться по-другому более, я бы сказал, более целостно, более, более полно. Вот. И к своему ребенку, пока вы не начнете относиться, ну, более адекватно, то тоже. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, мне представляется это, вот, примерно, так. Мне представляется это, примерно, вот, такой историей. И мне представляется, что действовать вам нужно, вот, примерно, в этом ключе, определиться сперва, что вам нужно, определиться сперва, с тем, с чего вы хотите, и после этого уже двигаться дальше по направлению, к тому, собственно, к той цели, которую вы сами для себя определите. Вот. Формально, мужчина, пока что, он ничего плохого не делает, да, как он, там, насилие к вашему ребенку не применяет. Вот. Он его не бьет, да, он его, как бы, ну, физически ничего с ним не делает. Вот он у него кричит, да, это плохо, конечно, безусловно, но формально это не является, это не является, ну, каким-то преступлением, поэтому в органах правоохранительных, да, вам не помогут. Вот, это важно понимать, что органы правоохранительных вам не помогут, а поможет только семейный психолог, вот, именно, именно семейный психолог, вот, вам поможет. Значит, с помощью которого вы научитесь, допустим, себя ценить, уважать и донесете, например, до своего мужа, что вам нужно относиться, ну, вот, так, с уважением, что без вашего уважения ничего не будет. Вот. Одно из самых главных, один из самых главных моментов, которые я хотел бы вам донести, это то, что если мужчина не принимает, к примеру, если мужчина не принимает, значит, ребенка вашего, то он не принимает, скорее всего, до конца и вас. А если он не принимает до конца вас, то несложно догадаться, что возникают вопросы, на каких основаниях, тогда вы выстраиваете отношения с человеком, да, если он вас, вот, не принимает. Поэтому, вот, на это вам нужно обратить свое самое пристальное, как мне кажется, внимание, вот. Далее, необходимо подумать о ребенке и понять, что для него это очень драматично. То, что, вот, то, что, вот, к нему относится, так, мужчина, потому что, ну, ребенку, как и любому ребенку, нужен отец, вот. Соответственно, он, соответственно, он, если воспринимает вашего мужа, как своего отца, да, то для него это, конечно, весьма негативная история там. Потому что отец, отец, получается, его, ну, вообще, вообще, ни в какую, ни в какую не принимает. Не принимает, не понимает и так далее. Вот. А это ужасно для ребенка. То есть, как бы, эм, травмы, которые, ну, травмы, которые наносится ребенку, она, она колоссальная. На колоссальная. На колоссальная. Вот. Так что, подумайте, поздно останем и, соответственно, уже, исходя из того, что для ребенка полезно, да, ну, соответственно, ну, нужно действовать. Вот. Именно исходя из того, что полезно для вашего ребенка. Дальше. Значит, мы говорим о том, что у вас есть муж. Мы говорим о том, что, очевидно, с этим мужем вместе вы не первый день. Мы говорим о том, что если вы со своим мужем не первый день, то и проблемы на проблеме, скорее всего, тоже не первый день, не один день с проблемой. У проблемы, скорее всего, эээ, ну, более такая длительная история. Значит, если у проблемы более длительная история, то она началась не здесь и не сейчас. Такой вопрос. А, что вы делали раньше? И делали ли вы раньше что-то? То есть, вот вы обращаетесь к нам за помощью только сейчас. Я не знаю, насколько так уже длится. Сколько длится такая история. Сколько длится такое отношение вашего мужа к ребенку вашему. Вот. Это очень важный тоже момент, который, на мой взгляд, нужно найти ответ. То есть, обратно говоря, насколько у вас хорошие, качественные отношения с мужем, да, если есть, ну, вот, такого рода проблемы. То есть, разобраться нужно и в отношениях с мужем. Вашим, в том числе, на мой, по крайней мере, взгляд. Потому что, ну, тоже, тоже это важная история. Тоже это очень важный момент. Значит, для своего мужа вам необходимо донести такую достаточно простую мысль о том, что его поведение по отношению к ребенку неприемлемо. Что если он хочет, чтобы вы, там, допустим, были с ним, да, то он не должен относиться так к вашему, к вашему ребенку. Вот. Если он кричит, значит, это проблематика точно не ребенка. Вот. И, соответственно, нужно уже самому мужу что-то с этим делать, да, и как-то эту проблему решать. Мужу, но ни в коем случае не ребенку. И ни в коем случае не вам. А вам нужно просто своего ребенка защищать. Это защищать от нападок мужа. Вот. А в целом, в целом, мне кажется, что вы такой достаточно тревожный, если можно так выразиться, человек. А в целом, мне кажется, что вы человек, который занимает достаточно жертвенную позицию. Вот. А муж у вас напротив. Такой авторитарный, немножечко, да, такой вспыльчивый, такой, производящий впечатление вроде бы сильного человека, но в то же время он тоже имеет какие-то страхи, вот. В которых вам он, ну, может просто-напросто не признаваться. Вот. Поэтому этот момент необходимо учитывать обязательно. И вам из своего состояния жертвы, если вы в нем находитесь, вам нужно из этого состояния выходить, потому что это состояние, эта позиция, она вредит и вам, и ребенку. И самое главное, что вы, как бы, ну, более счастливой, да, не становитесь в таких отношениях. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что на этом, на этом, наверное, можно было бы закучить, вот, там, потому что слишком мало информации вы о себе дали. Вот. Но, тем не менее. Хотелось бы добавить, добавить, да, значит, по статье обязательно в интернете про, значит, треугольник Карпана, вот. Вот. В интернете обязательно найдите, найдите обязательно в интернете этот момент, чтобы понять, что такое зависимые отношения, чтобы понять, что вы занимаете, собственно, роль жертвы. Вот. Вот. Со своим ребенком обязательно вам нужно разговаривать, доносить до него, что, условно говоря, ваш муж не прав, что он, ну, что он вообще не должен, там, например, себя вести таким образом. Вот. То есть, вот, донести необходимость до ребенка, что он вообще ни в коем случае не пришел в этой ситуации. Вот. Ну, а мужу, с мужем необходимо разговаривать именно с позиции защиты вашего ребенка. Вот. Если у вас есть какие-то страхи, ну, вот, ваши собственные страхи, я могу допустить, что они у вас есть. Вот. Вот. То с ними, с этими страхами можно и нужно работать, потому что если с ними не работать, то даже уйдя от своего мужа, да, вы, в общем-то, рискуете, ну, повторить какие-то ошибки, которые, которые, повторили, ну, которые сделали, вот, эээ, со своим текущим мужем. А, да, то есть, вы вышли замуж за человека, а он, соответственно, ну, соответственно, так очень, очень странно относится, относится, к вашему ребенку настолько странно, что явно с ним не лады. И вас это вот почему-то не настораживает вас. Вот. То есть, вас почему-то не настораживает тот факт, что человек, ну, может причинить боль вашему малышу, да, вашему сыну, которому и так требуется помощь серьезная. Ну, я так думаю, если человек инвалид, да, то, ну, какая-то такая поддержка, наверное, все же нужна. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.